Здравствуй, друзья! Вот, полюбуйтесь, сильный лидер, геополитик, который всех переиграл. Гениальный стратег, у которого все идет строго по плану. Запад, как обычно, дрогнул. Контрнаступление ВСУ провалилось. Санкции нам только на пользу. Почему вид такой перепуганный? ВСУ за неделю 7 населенных пунктов отбило. Семь населенных пунктов отбили. Путин уже приготовил стул. А подойдут к Крыму. Он и за веревкой сходит. Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ну как, никак не бьет. Ради чего? Зачем? В чем смысл? Вот, и по явно гуманитарным объектам. Это удивительно. Смысла нет никакого. Какой смысл? Военного смысла нет никакого. Вово, вот Гитлер точно так же в бункере весной 45-го года рассказывал. Не понимаю, говорит, почему союзники уничтожают Германию. Я ж все на все хотел их спасти. Освободить. Привет обманывал к Крыму россиянину. Вот Красноярск. Я люблю Красноярск. Вот мед Крым. Вот что бы русские сделали. Сделают с Крымом. На самом деле для чего нужен Крым. Нет воды, и бутылки кругом валяются. Вот и все, что сделали русские с Крымом. Видео для обманутого россиянина. 4 июня 1923 года. Пляж в широкой балке. Байден, зачем ты нам все это набросал сюда на пляж? Сколько нужно издеваться? Байден, зайка, вот он все отправляет. Нам мусор вот сюда вот бросает. Ты понимаешь? Чтобы вот только мы не могли здесь отдыхать. Байден, прекрати, хватит. Байден, ну хорош уже. Ну остановись. По-человечески попросили. Такое чистое красивое море. И такой пляж. Американцы виноваты. Воздуха наберите. Забытая богом деревня. Покосившиеся деревянные бараки. Туалеты на улице. Ни дорог, ни воды. Ни канализации, ни газа. И посреди травы и навоза, на деревянном постаменте героя СВО. Они сражались за стиральные машинки и холодильники. Освободитель, попавший в плен, к ВСУ просит пацаны. Не отдавайте меня обратно. Я лучше здесь у вас срок отсижу. Выйду, буду восстанавливать Украину. Давайте меня им. Я уже здесь в свой срок отсижу и у нас останусь. А у нас что делать-то будешь? Работать буду. Дома строить. Вот ты вот говоришь, не хочу домой в Россию. А там жена, там ребенок. А это я уже потом как-нибудь. Жена, ребенок, это я потом как-нибудь. Выгорят меня главное. Не вы довольте. Да конечно тебе скажут, что ты предатель. Да не, поглядь, а что она скажет? А ребенок твой? Ребенок не скажет. Лучше, может, домой? Я лучше с вами буду. Вторая армия мира, которая попав в плен, говорит, я лучше с вами буду, чем верусь домой к жене и ребенку. В российских онлайн кинотеатрах вместо рекламы ставок в День России показывают ролики о том, как правильно сдаваться в плен. Заключенный из ЧВК Вагнер, попавший в плен, принял решение вступить в добровольческий корпус. Парни, меня зовут Денис, я командир русского добровольческого корпуса. У вас есть выбор. Вы можете быть обмененными, вы можете принять участие в программе «Хочу жить» и остаться в Украине. Есть третий вариант – продолжить воевать. Воевать в русском добровольческом корпусе с другими гражданами России, но уже против путинской армии и Министерства обороны. Есть такие? Вставим, пожалуйста. Представься, пожалуйста. Измайлов, Са Сергеевич, 31-й, 10-й, 96-го года рождения. Урожение в городе Самара. Отказываешься от обмена и возвращение в Российскую Федерацию? Отказываешься от обмена? Шойгу, Герасимов, где чистые трусы? Администрация Кондопожского района отреагировала на жалобы местных жителей, почему на двери деревянного туалета нет щеколды. Щеколда на двери установлена. Фото прилагаем. Обман этому россиянину. Вот площадка. Вот пришел с ребенком. Посидеть. Везде мусор. Вон. Просто мусор. От бакалахи, от всяких пива, от доширака. Вот тут выпили пиво, выкинули прям вниз. Просто. Вон там. Просто куча мусора у детской машинки. Свиньи просто. Как вас... Мир держит просто. Чекист. Полутораметровый. Со своей шайкой. Израсиловал Россию. А потом и соседнюю страну полез израсиловать. Привет обманутым. Хочу показать вам, как в небольшой германской деревушке под названием Альтерберге живут обычные люди. Без покосившихся заборов и с нормальными тротуарами, даже разноцветными, с нормальными дорогами. Автомобили здесь у всех обыкновенные, ничего сверхъестественного. Вот такие красивые домики. Ухоженные клумбочки. Никто не хочет посрамить свой двор. Ухаживать за ним, чтобы общая картина была привлекательная и красивая. Солнечные панели на крышах. Это очень частое явление. Машинки такие. Проулочек пешеходный. Красивые деревца. В целом и в общем такая картина. Классно живете, братан. Спору нет. Ты лучше другой скажи. Как достать туда визу? Продолжение следует.